Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Когда мы читаем в Евангелиях о Христе, что Он делает? Он работает. Работает ли Он сейчас? Да. Говорит ли Он? Хороший вопрос. Говорит ли Бог? Да. Откуда мы знаем, что Бог говорит? Мы слышим Его. У нас есть Библия, Слово Божие. Где в Библии вы видите Бога, который начал говорить с человеком? В Едемском саду, голос Божий ходил в саду с Адамом и Евой. Бог хочет говорить. Некоторые из вас не таковы. Женщины, кто из вас живет с молчаливым мужем? Одна рука была поднята. Когда-нибудь просыпались утром, и женщина говорит, доброе утро. А мужчина, а, а, а. Я шучу здесь немного. Мы знаем, что Бог говорит с нами, и нам нужны уши, чтобы слышать. И Иисус говорит в Марка 4 главе о ценности наших ушей. В нашей духовной жизни за нашими ушами стоят духовные уши. Есть маленькие человеческие уши, но за ними стоят большие уши, как у слона. Я хочу быть слушателем. За нашими глазами есть духовные глаза, которыми вы видите, блаженные и чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Матфея 5 глава 8 стих. Итак, у пастора Сторджа есть руки, а за нашими руками стоят руки Божьи. За руками пастора Сторджа стоят руки Божьи. Из-за того, что он от Божьи. Он любит это. У него больше, чем две руки. Если вы спросите его, как это у вас получилось, он скажет, Бог помогает мне. По закону шариата вору отсекают руку. Вы нарушили закон, и вы остаетесь с одной рукой до конца своей жизни. И это по закону. А что происходит с вором, когда ему дана благодать? Он прощен, и у него что? Появляются еще две руки. Это руки Бога. Как вы хотите жить? По закону или по благодати? По благодати. Давайте встанем здесь, потому что людям, которые за столбом сидят, им тоже нужно слышать эту проповедь. По закону вы можете потерять ухо, глаз, зуб, руку, ногу. Вы теряете что-то по закону, но по благодати Бог прибавляет вам. Вы не заслужили это, потому что наш Бог не такой, как все остальные боги. Наш Бог, Бог благодати. Он Бог, спасший вас и давший вам направление. Матфея, 16 глава. Цель нашей проповеди – ободрить вас в цели, ободрить вас в Божьем направлении. У вас есть цели и направление в вашей жизни. Бог с вами, и Он делает что-то в вашей жизни. Матфея, 16, 6. Прочтите со мной. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Месяц или два назад мы говорили о закваске фарисейской и саддукейской. Вы помните эту проповедь? А кто из вас не хочет поднимать руки? Я не буду поднимать свои руки. Я просто не поднимаю. Я надеюсь, что вы поймете меня, пастор. Я тоже когда-то не поднимал свои руки. Итак, вот тропа. Вот человек. Он направляется куда-то. Мы говорили о закваске этих людей, которые составляли две партии Синедриони. Это фарисеи и саддукеи. Их философии отличались. Их направление соответствует двум тропинкам на этой им рисунке, куда мы можем легко свернуть. Фарисеи – учители закона. И буквы закона. Эти люди очень серьезно подходили к закону Моисея. В законе Моисея 620 законов и постановлений, кроме десяти заповедей. Это церемониальные законы, религиозные законы и гражданские законы. В основе иудаизма лежит закон. Иудеев обучали, что если они будут исполнять закон, они будут благословенными людьми. Если человек нарушит закон, он будет проклят. Фарисеи верили в это и жили по этому. Верующий не живет по закону. Он возрастает. Возрастает в познании Бога и в том, что он видит Бога в своей жизни. Такое возрастание невозможно под законом, но только под благодатью. Верующий ходит по вере в Бога и знает Бога, как Бога всякой благодати. Это работа Божья в вашей жизни. Вы рождены свыше от Духа Святого. Дух Божий дает вам мудрость и понимание. Вы возрастаете и становитесь зрелым. Наша цель в возрастании – зрелость. Христос был зрелым человеком. Другое предостережение, которое дал ученикам Иисус – берегитесь закваски саддукейской. Это другая партия иудеев, которые не верили во все, что написано было в Писании. У них было свое представление о написанном. У них были свои раввины. Они не верили в сверхъестественное воскресение мертвых в ангелов. Они читали ту же Библию, но исключали эти части. Интересно, что такой же дух может присутствовать в церкви сегодня. Есть либеральные церкви, которые исключают части Писания и разделяют Библию. Они говорят, мы не верим, что эта часть Библии говорит буквально. Иисус, говоря о фарисеях и саддукеях, давал понять своим ученикам, что эти имена пройдут. Они не используются сегодня в обществе, но их дух остался. Это дух законничества или абстрактное личное мнение в отношении Библии. Я могу использовать Библию, чтобы доказать свою точку зрения. но вообще-то моя точка зрения не от Бога. Библию нужно понимать в буквальном смысле. И она может быть раскрыта только Духом Святым, который ведет меня в понимании того, что на самом деле говорит Слово Божие. Христос сказал саддукеям, вы глубоко заблуждаетесь, потому что вы не знаете ни Писания, ни силы Божьей. Я хочу повторить это. Верующие ошибаются, потому что они не знают ни Писания, ни силы Божьей. И он не знает силы Божьей. Например, мы читаем книгу Ионы. Иона был пророком, его выбросили за борт, и большая рыба проглотила ее. Рыба стала погружаться глубоко под воду, и в животе ее находился живой Иона. Сказано, что когда он находился там, то водоросли были вокруг его головы. Он молился в рыбе. Бог сказал рыбе, чтобы она поднялась на поверхность и высадила его на землю. Так говорит Писание. О, да что вы! Это правда? Разве так произошло? Да, да, конечно. Иисус говорит о двух ошибках. Незнание Писания и силы Божьей. Я верю в историю с Ионой, потому что есть сила Божья. Есть люди, знающие Писание, но не знающие силы Божьей. Они, не зная Писание, говорят, что так не может быть. Они знают Писание, но они смотрят на него, как на простые истории или сказки, или образную речь. Я лучше буду искать буквальное значение и силы Божьей, которые сопровождают эту историю. Если Библия говорит, что Иисус воскресил Лазаря из мертвых, почему мне не верить в это? Я скажу вам, почему я не могу верить в это. Потому что я не знаю силы Божьей. Я могу знать Писание, но не знать силы Божьей. Другая ошибка. Люди знают силу Бога, но не знают Библии. Они говорят о чудесах очень много, но не слышно учения Библии в их разговорах. В 19 веке произошла подобная история с Ионой. Английский моряк упал за борт в Северном море. Был шторм, и они потеряли его. Через день китобойное судно поймало большую рыбу, и когда они вскрыли ее, то увидели там этого моряка. Он был живой. Он оставался в живых в рыбе целый день. Конечно, он выглядел не очень хорошо. Если так произошло с моряком, почему бы это не могло произойти с человеком, который оставался в рыбе три дня. Сердце нашей веры не в причине. Мы идем дальше наших размышлений к окончательной причине, к уму Божьему. Ум Божий бросает вызов рассуждениям человека. Мы спрашиваем ученых, может ли мертвый человек ожить? Они отвечают, нет. Мы спрашиваем Бога, может ли мертвый человек ожить? Бог отвечает, да. Если я хочу, он оживет. Я всемогущий Бог. У меня есть власть над смертью. Я буду говорить с вами сегодня из послания к Галатам. 4-я глава с 1-го стиха по 11-й стих. У нас есть картина перед нашими глазами того, о чем мы будем говорить с вами. Я хочу ободрить вас, чтобы вы шли единственной правильной дорогой. У вас есть цель. Многие верующие думают, что они должны стать очень динамичными и обязательно могущественными, чтобы сиять победой и духовностью. Колоссянам 1-я глава 9-й стих говорит, «Посему, и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякую силою по могуществу славы Его со всяким терпением и великодушией с радостью». Это Колоссянам 1-я глава 9-11. Я люблю эту фразу. Иногда мы можем думать, что наша духовная жизнь должна выглядеть определенным образом, но мне нравится думать, что это нечто более глубокое. У нас есть жизнь глубины с Богом. Такая жизнь важна для меня, как для пастора, потому что мне не нравится мысль о том, что пасторство это выполнение каких-то обязанностей. Я знаю, что мы помогаем людям как тело Христа из-за того, что мы любим. Если вы станете законником, вы не будете любить. Мы показали это на примере человека, которому отсекли руку, и другого, который принял благодать. «Кто из вас принял благодать? Кто из вас принял благодать спасения? Это единственный путь, как мы можем быть спасены. Мы также обучаемся думать в благодати. Иногда мы думаем, что должны улыбаться постоянно, быть постоянно позитивными или действовать оптимистически, победоносно. Это здорово, но в реальной жизни скорбь это часть нашей жизни. Скорбь не всегда плохо, но она может быть частью нашей духовной жизни. Нас огорчает, а мы всегда радуемся. 2 Коринфянам 6,10 Мы соспешистуем радости вашей. 2 Коринфянам 1 глава 24 стих. Итак, Галатам 4 глава 1 стих. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Здесь говорится о наследнике и о наследстве. это может быть сын или дочь богатого человека. Им сейчас 2-3 года. Наследство и привилегии не приходят ребенку, ребенка не приходят к ребенку когда они молодые, но родители хотят передать наследство взрослым детям, чтобы они могли совладать с ними, чтобы они хотят, чтобы они знали, что у них за привилегии и использовали их. 2 стих. он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Они должны пройти обучение и стать образованными, чтобы понимать, как работает мир. В иудействе есть обряд бар-митсва, когда мальчик или девочка проходят через церемонию и становятся взрослыми. В Галатии был такой же обычай. Дети обучались школе, обучались быть ответственными. 3 стих. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Это относится к закону. Вещественные начала мира. В нашем образовании вы получаете оценки, переходите в другой класс, вам дают сертификат об окончании обучения, вы получаете похвалу и взыскания, это все вещественные начала мира. Нам все это очень знакомо, и, к сожалению, мы приносим все это в церковь и начинаем думать вещественными началами мира. вещественные это естественная жизнь. Ты ведешь себя хорошо, ты выполнил свои обязанности, ты достиг своей цели, что ты сделал. Это недостаточно для нашего сердца. Павел говорит галатам, галаты были на правильном пути, но повернули в сторону закона. Они были язычниками, они были обучены Павлом. Когда Павел ушел, к ним пришли другие учителя, которые учили их, что им нужно обрезываться, стать иудеями и жить по закону Моисея. Их стали обучать постановлениям о еде, о морали, о десяти заповедях, о церемониальных законах, о омовении, очищении. И Павел говорит, нет, нет. Мы уже не находимся под властью этих вещественных начал. Мы стали взрослыми, мы приняли то, что не от этого мира. Мы приняли благодать, Духа Божьего, ум Божий, природу Бога. мы были рождены свыше, в нас появилась Божья природа и новое сердце. Нет, Галаты, нет. Не возвращайся к этим вещественным началам. Четвертый стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Я скажу некоторые комментарии по поводу этой фразы. Когда мы думаем о слове усыновления, мы подразумеваем усыновление чужого ребенка, и мы приводим его в свою семью. Не в этом смысл. Смысл в том, что маленький ребенок, находящийся под властью попечителей, становится достаточно взрослым, чтобы принять свое наследство, достаточно взрослым, чтобы принять привилегии и все, что хочет передать ему отец. Он становится взрослым. так произошло с вами, когда вы были рождены свыше, вы стали способны получить привилегии взрослых сыновей. В тот же момент спасения я получил это, но я был еще незрелым. Несмотря на это, у меня уже появился статус и право получить свои права и наследство и не жить, слушая астрологов, различные мнения, предсказания, поклоняться идолам и исполнять моральные законы жизни. Нет, это не для нас. Нет. Моментально мы получили статус взрослого сына. Нам не нужно возрастать сначала в законе, а потом перейти в благодать. Это невозможно. Мы получили совершенно новое рождение, нового человека. Мы новое творение. Мы сразу же были провозглашены Богом взрослыми наследниками. Я взрослый. Это усыновление. Шестой стих. А как вы сыны, Бог послал в сердца в сердце ваше Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче. Вот почему нам нравится наша конвенция, которая пройдет через пару недель. мы уже начали ее, потому что люди начинают приезжать. Мы ободрены ими. С нами уже пастор Ниязи и Рада из Турции, также Ильхан и другие братья, пастор Джон и Дайан Пост вернулись из Непала. Я просто тронут в моих размышлениях о Божьих людях. В наших сердцах есть жажда по завершенной работе Христа, по глубокой жизни. Я хочу спросить вас. Какие книги вы читаете? Я не знаю, кто из вас вообще читает книги. Я уверен, что, будучи рожденными свыше, вы жаждете обучаться глубокой жизни с Богом. Ди Эл Муди не мог читать и писать в свои 18 лет. он стал верующим и только тогда он стал читать и писать. Он стал образованным. Я встречал много людей, которые говорили, я не очень хорошо учился в школе, но когда я стал верующим, я стал читать Библию и книги. Я читаю послание к римлянам, стих за стихом Уильям Ньюэлл, богатство, хождение и духовное сражение Руф Паксон, нормальная жизнь верующего Уотчмонни. Мне нравится читать проповеди Чарльза Спержена, я читаю теологию Гейслера, Льюиса Шейфера, слово посвящения Эндрю Мюррей, духовные секреты Хадсона Тейлора, написанное его супругой Тейлор. У меня есть моя Библия, и рядом с Библией лежат эти книги. Они служат мне. Они со мной в моей христианской жизни. Я читал много произведений Вотчмонни, и это возгревало мое сердце. Я не хочу сказать, что все книги Вотчмонни хорошие книги, но некоторые хорошие. Это важная часть вашей жизни, потому что у вас есть глубокая жизнь, данная вам от Бога. Цель верующего – чтобы мы познали его волю в каждой области его жизни. Мы не знали его воли раньше, но сейчас мы наполнены познанием воли Бога. в этой глубине есть покой, уверенность. Это не исполнение каких-то обязанностей, но это жизнь любви, свободы, радости и покоя. пауза. В этом послании Павел обличает Галат, потому что у них была такая жизнь, но они оставили ее. Седьмой стих. «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». «Кем вы хотели бы быть? Рабом, нанятым служителем в доме, который живет в гараже, вне дома, или сыном, живущим в доме со своим отцом?» Восьмой стих. «Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Вы служили идолам, служили себе и делали разные вещи, когда не знали Бога. Когда мы не знали Бога, мы принимали свои решения, шли и своими путями, имели свои мысли, свои развлечения, мы жили, исполняя желания похоти, мы старались избежать проблем, но эти желания приводили нас не туда. «И ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога». Замечательная фраза. «Я знаю Бога, но лучше сказать, что Бог знал вас. Я не знаю, как хорошо вы знаете Его, но я знаю, что Бог знает вас». Павел видел это. Он видел их свободу, радость, он видел изменения в их жизни. 9 стих. «Для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам?» Часто я с иронией говорю о некоторых интересных вещах. Например, баскетболисту удалась игра, и он надевает на следующую игру те же самые носки. Эти носки принесли удачу. Люди могут делать так, это ничего. А что вы думаете об этом? Ваши носки помогают вам выиграть игру? Правда ли это? Я отвечу, что это немощные и бедные вещественные начала. Вся эта идея удачи. Я не верю в это. Это все бедные вещественные начала. мая жена находилась в роддоме в Массачусетсе и должен вот-вот родиться ребенок Джастин. Я был в китайском ресторане, перед тем, как поехать к ней, я открыл это печенье с пожеланиями, там было написано «Мальчик». Я поехал в госпиталь и взял на руки моего мальчика. Каков был шанс, что я получил именно это послание, именно в этот день? Я не знаю. Меня не трогают эти вещи. Я не живу этим, потому что я обнаружил удивительную работу Духа Святого в моем сердце и уме. Таков призыв верующего. Верующий не подчинен бедным и немощным вещественным началам этого мира. Девятый стих. И хотите еще снова поработить себя им? Представьте себе, что я всякий раз заглядываю в эти печенья в китайском ресторане, когда моя жена в больнице. Представляете, если я буду внимателен к этим вещам? Представляете, если моя жизнь будет находиться под влиянием того, что кто-то сказал или сделал? Представьте себе, если закваска фарисеев или саддукеев займет управляющую позицию в моей или в вашей жизни. Павел очень озабочен галатами. Он говорит, «Было время, когда вы горели по Богу, находились в правильном месте, были свободны. Вам не нужно это. Вам нужна любовь из нелицемерного сердца. Бога». Вам нужна мудрость из Писания, Божий ум, видение в вашем служении, возрастание и зрелость. Когда настают сложные времена, вы не бежите к этим вещественным началам, не идете к предсказателям судьбы. Это мерзость, о котором говорит Писание. это немощные вещественные начала, они не могут сказать мне ничего. У них нет послания для меня. Мне все равно, что они говорят. И гороскопы, чтение по ладони, все это для голодного ветхого сердца человека. Это нужда в общении. Разве мы не сказали в начале проповеди, что наш Бог говорит. Наш Бог желает общаться. Голос Божий ходит в саду. Бог не говорит через звезды, но через них Он показывает, насколько замечательный и славный Он. Мы не поклоняемся ничему на этой земле. У меня не должно быть ничего, чтобы связывало меня с этими бедными вещественными началами этого мира. У меня нет никакого интереса в печеньях счастья. они не управляют моей жизнью. Я просто съем их и выброшу эту бумажку, потому что в ней нет ничего, кроме пустоты. Это просто маленький китаец делает эти печенья и кладет туда бумажки. Вот и все. Может ли это управлять моей жизнью? Могут ли пара носков, кроличья лапка, или другие вещи управлять моей жизнью? Это все немощные вещественные начала в сравнении с реальностью Христа в вас. Бог в вас, Святой Дух в вас, Библия в вас. Вы способны знать Его волю и исполнять ее. Вы способны возрастать в нем и быть зрелыми верующими. Десятый стих. Наблюдайте дни. А как насчет пятницы тринадцатого? кто-то может сказать, это самое ужасное, что могло произойти со мной, я родился в полную луну. Имеют ли эти вещи власть над вами? это немощные вещественные начала? Очень много можно говорить об этом. Десятый стих. Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. до праздника Рождества у язычников был праздник, когда люди срезали елки и ставили их вдов в своем доме. Затем пришли христиане. У них был праздник Рождества в то же самое время. До сих пор мы ставим елки в своих домах. Вот это да! мы язычники, а мы даже и не знали. Это в вашем сердце, если вы это. Это в вашем сердце, и это управляет вами. Это в вашем сердце, что от земли в Индии стоят идолы, просто произведения художника. Я не хочу влубляться в эту тему, но мне в любом случае не нравится идолопоклонство во всех его проявлениях. Я сжег их. Они не имеют власти надо мной. Тита 1.15 «Для чистых все чисто». Мы находимся выше всех этих вещей. Стих 11 «Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Я боюсь за вас», говорит Павел. «Я боюсь, что мой труд превратился в ничто. Вы не отличаетесь от язычников, коими вы были. Вы обращаетесь назад. Я беспокоен этим. Я хочу устыдить вас. Я хочу обличить вас и поправить вас. Я люблю вас. Я не хочу, чтобы вы отвращались от благодати, говорит апостол Павел. Вы можете сказать, что это было во времена язычества, а сегодня другое время. Я говорю вам, то же самое происходит сегодня с рожденными свыше верующими. Есть что-то от этого мира, что беспокоит их, тревожит их и управляет ими, вместо того, чтобы быть ведомыми Духом Святым. Человек может очень сильно обидеться на такие слова. Они говорят, я не пойду в церковь, я не пойду в церковь из-за того, что произошло со мной. Погодите-ка, если бы мы все так рассуждали, то сегодня никого не было бы здесь. Если я позволю людям управлять своей жизнью, то что получится? Я не могу позволить того, велик миру любящих закон Твой и нет им преткновения. Псалом 118-165 Пусть жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу, притча 15-24. Должна быть тайна в нашей жизни. В нашей жизни должна быть любовь, которая долго терпит. Я общался с одним братом с Афганистана. Этот пастор из Афганистана сказал, молитесь за нас, молитесь за наш микроавтобус, который украли. Мы разободрены. Он рассказал мне об этом пару дней назад. Затем он присылает мне другой имейл и говорит, я не забочусь о пропавшей машине. Я хочу сказать, что один человек в Афганистане услышал о нас и прилетел в Индию. Он провел с нами две недели. И он был вместе с нами там. Мы будем крестить его завтра. И затем он отправится в Афганистан. Замечательно, правда? машину украли. О, нет. Погодите-ка. А что Бог делает? Что Бог делает? Я хочу это знать. Мне нужно это знать. Мой брак похож на ядерную катастрофу. Это просто невозможно. Но я обучаюсь, я терпелив, я обучаюсь тому, кто есть Христос. Когда я стал верующим, я был настолько взволнован своей верой. я испугался, что когда-то это все может надоесть мне. Я испугался, что однажды я войду в семинарию или в церковь и увижу кладбище. Я испугался, что когда-то мне наскучит Библия. я не хотел, чтобы это произошло. Я задавал эти вопросы в своем сердце. Затем я понял, что так не происходит уже 40 лет, как я нахожусь в служении. Почему? Мы говорим сегодня об этом. Берегитесь закваски фарисейской. Вы потеряете руку и будете жить с одной. И очень скоро вы потеряете еще одну. Если это благодать, вам добавятся еще две руки, еще два глаза. Если это благодать, у вас будет еще два уха. Вы станете зрелым и обучитесь стоять выше всех этих вещей. это не значит, что не будет боли. Мы можем находиться в депрессии, мы не верим, что депрессия от Бога, но она может произойти. Может наступить сложное и болезненное время. Спросите Иова, слезы, разбитое сердце, молчание. Я ничего не могу сказать. Вы продолжаете приходить, и Бог служит вам. Никто не хлопнет тебя по плечу и не скажет, эй, брат, что с тобой? Давай, давай, у нас есть победа. Мы такие, мы не такие, мы плачем с плачущими, мы радуемся с радующимися, мы настоящие люди. У нас есть общение, которое идет нам много выше нашего поведения. Это глубокое общение, когда Бог открывает лично каждому из нас свою волю. Он ведет нас в ней. Мы убеждены в ней и понимаем ее. Доказательство этого благодать, укрепляющая нас. Свобода в сердце. Второе. Покой жизни. Третье. Это владычество. Довладычествует покой Божий в вашей жизни. Лапка кролика, китайские печенья, счастье не имеет части вашей жизни. Авраам отдал своего сына. Ваши дети очень важны для вас. Я знаю это. Но можете ли вы отдать их Богу и не позволять им руководить вашими жизнями? Они будут благодарными вам позже, что ваша жизнь не была подчинена им, но ваша жизнь была подчинена Богу. Вы поможете им стать зрелыми теми, которыми они должны быть. как же вам сделать это? Вы любите их так сильно, что иногда это нехорошо пахнет. Ваша любовь контролирует, манипулирует и владеет. Вам и мне не нужно любить эти немощные и вещественные начала, чтобы они контролировали нас. Когда у нас будет любовь Бога, Дух Божий, мудрость Божья, тогда они будут с нами, потому что они хотят быть с нами, они сами решат быть частью вашей жизни. Так может произойти, а может и нет, но мы так живем. Мы живем, становимся такими же зрелыми, как Иисус Христос. И давайте прочтем еще девятнадцатый стих, послание Галатам, четвертой главы. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». это означает, я разочарован, мне больно, я знаю, кто вы, и я знаю, кем вы можете стать. Вы свернули, вы стали холодными и жесткими, вы хотели исторгнуть свои глаза и дать их мне, но сейчас это не так, вы стали моими критиками, я чувствую, что стал вашим врагом, потому что сказал вам истину, но я не сдамся, я иду на вас в любви, я снова в муках рождения, доколе снова не изобразится вас Христос. Я хочу, чтобы вы твердо стояли на пути благодати, я хочу, чтобы вы любили, были добры, искренны, я хочу, чтобы у вас было видение, я не сдамся с вами, но я иду к вам снова, говорит апостол Павел, таков Дух Божий в нас. Если кто-то разочаровал вас, не сдавайтесь, дайте им простор и любите их, заботьтесь о них, потому что они могут стать замечательными верующими. Мы делаем так здесь, мы заботимся о вас, чтобы вы стали зрелыми, благочестивыми, крепкими, искренними, верующими. То, что вы регулярно приходите сюда и слушаете слово, ободряет вас и меня. Это возгревает нас и помогает нам. Берегитесь закваски фарисейской и садокейской. Ее нужно немного, чтобы скисло все. Помните, как на предыдущей конвенции ребята положили закваску в тесто для пиццы, они поместили тесто в холодильник и пошли играть в футбол. Когда они вернулись, то увидели, что тесто показалось из двери холодильника. Они открыли холодильник и все тесто медленно сползло на пол. Тесто заполнило вес холодильника, потому что они положили очень много закваски. И потому что им нравится футбол больше, чем пицца. Берегитесь закваски. Не говорите, что с вами все кончено. У вас есть глубокая жизнь. Берегитесь, чтобы не сказать, что у вас есть собственные идеи по поводу вашей жизни. Берегитесь, чтобы вам толковать Библию по-своему. Берегитесь, чтобы вам не знать Божью силу в вашей жизни. Берегитесь, чтобы вам не обидеться на людей. Берегитесь своего эгоизма. Берегитесь закваски, которая повлияет на вашу жизнь. Ходите по его благодати и наслаждайтесь во все дни жизни вашей. Аминь. Помолитесь, пожалуйста, со мной. Господи, спасибо за то, что помогаешь нам в служении Слова. Спасибо за то, что говоришь с нами. Нам нужно это. Нам нужно это больше, чем мы можем себе представить. Нам нужно возрастать в Твоей благодати. Каждому из нас нужна исцеляющая сила и ум Христа. Спасибо, Господи. Мы молимся за конвенцию. Пусть Дух Господень действует, исцеляет тела. Мы думаем о пастыре Карли в Индии. Мы верим в Тебя. Мы верим в исцеление пастора Дюка. Господи, мы верим в жизнь покоя, могущественную жизнь, о которой мы говорили сегодня. Если вы еще не принимали Христа, Он стучится в дверь вашего сердца. Он стучится и говорит, Я есть путь истина и жизнь. Придите ко мне, примите меня и поверьте мне. Скажите в этой молитве, дорогой Иисус, я верю в Тебя, спаси меня. Аминь. 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 Аминь.